Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Не хватает общения с человеком, видимся несколько раз в неделю, списываемся. Насколько бы ни провели время вместе, мне этого человека всё равно недостаточно, не устаю. Не хочется расставаться и жду постоянно нашей встречи. Думаю, планирую, как и когда мы могли бы увидеться вновь. Но стараюсь не навязываться, речь не об интимных отношениях, а именно об общении присутствия рядом. Ранее со мной в жизни такого не было. Я взрослый человек, есть семья, работа, друзья, но никому ранее такой привязанности не было. В принципе, люблю одиночество, не завищё от компании. Тут даже не знаю, как объяснить родственную связь, какой-то вид зависимости от этого. И радостно, и тяжело. И это единственный человек в моей жизни, с кем не могу говорить прямо за вопросы, которые бы задали уже другие. Боюсь человека потерять, наверное, или поставить в неудобное положение. Поэтому жду, когда мне ответят без моих вопросов. В чём ваш вопрос, аноним, в данном случае, хотелось бы знать, потому что на данный момент это не совсем ясно. С одной стороны, есть идеализация. То есть вы совершенно очевидно идеализируете этого человека. Совершенно очевидно, что боясь его потерять, вы центрируете на нём некоторые свои потребности, скажем так. Вы центрируете на нём некоторые свои желания, скажем так. Ну вот, это да, сто процентов. Вопрос в том, что это за, ну, например, потребности, что это за желания, вот, что они из себя представляют и так далее. Сейчас, на данный момент, я бы не сказал, я бы не сказал, что это понятно. Вот, то есть это может быть и формулировка родителя, то есть это, ну, вот, восприятие его, этого человека, как родителя, как отца, например. Или мать, или мать, если это женщина, непонятно, мужчина это или, ну, или женщина в данном случае, вот. То есть, тут, ну, такой аспект, достаточно тонкий, вот, случайно или специально, но вы, по сути дела, не сказали. Вы говорите о том, какого пола этот человек, вот, вы говорите о том, что у вас, значит, есть семья, у вас есть друзья. Да, то есть, в целом вы говорите про жизнь свою, такую, ну, получается, как бы, достаточно активную, вот. Но, как будто бы, в этом вы не счастливы, вот, то есть, как будто бы, вы себя заставляете как-то, вот. Ну, быть в отношениях с этими людьми, вот. То есть, вроде бы, вы искренне, да, вот вроде бы, вы, там, говорите о том, что, ну, можете, прямо, значит, сказать... всем, а данному человеку не можете. Из этого я мог бы сделать вывод, что ваша искренность, она не совсем про искренность, ваша искренность, она, возможно, просто это другое, здесь бывает такое, когда человек скорее требует от себя быть как-то честным, нежели чем является честным на самом деле, вот. Ни в коем случае это не обвинение, ни в коем случае вас не обвиняют сейчас, вот, но просто хочу вот донести до вас эту мысль, потому что мне она кажется довольно важной, то есть, эта история про отношение к себе. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать над собой работу, я вам желаю всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Спасибо. Спасибо.